Привет, с вами Виконста. Сегодня я покажу вам Крым после дождя. Дождь прошел буквально, может, час назад. Посмотрите, вот такие вот лужи. И отдыхающие массово покинули пляжи. Посмотрите, какой закат. Ну, вообще, прежде всего, я вышел показать вам шикарнейший закат на берегу моря. Посмотрите, весь день сегодня судак был затянут тучами. А вот сейчас, вот там гора, и как раз солнышко будет садиться, я думаю, минут через 10-15. Поэтому мы успели как раз запечатлеть эту красоту. Также по судаку есть экскурсии на вот таких внедорожниках подготовленных. Посмотрите, какой там клиренс. На девяточке тут не заскочишь. Хотя, в принципе, можно. Нормально так. Сегодня будет такой лайтовый ролик. Пройдемся погуляем. Вообще, сам судак поделен на две части. Это городская черта. То есть, дома, которые находятся в непосредственной близости к набережной. Ну, а также дома, которые находятся возле горы Алчак-Кая. Там идет восточное шоссе. И вот это вот первая, вторая, третья улицы. Это все частные дома, частный сектор. Поэтому здесь также можно арендовать жилье. Что касается цен. Цены, чем дальше от набережной, тем становится все дешевле и дешевле. Гостевых домов очень много. Поэтому, я думаю, вы найдете какое-то дожилье. А так, вообще, кто не знает, то как проще попасть на пляж. Если вы хотите приехать сюда на машине, то вот по восточному шоссе спускаетесь сюда вниз. И прямиком вы практически доедете до начала набережной со стороны мыса Алчака. Потому что через набережную вы только можете пройтись пешком. Ну, желательно иметь какую-то высокую машину. Ну, вот как минимум Крета. Потому что здесь более-менее нормальная дорога. А там дальше уже начинаются ямы. И на пузотерке, конечно, проблематично будет ехать. Посмотрите, все-таки какой красивый закат. Мы как раз успели заснять его. А то я как не выхожу. То солнце зайдет, то еще что-то. А так, вообще, дождь такая штука непредсказуемая. Вроде бы, по прогнозу, погоды не передавали. Потом резко смотрю, на телефоне появились капли дождя. Что будет дождь. И буквально за час он закончился. Но этого было достаточно для того, чтобы отдыхающие покинули пляжи. Скорее всего, что сейчас они пустые. И все будут выходить сейчас на набережную. Вот как раз мы пока еще суеты нет сильной. Пройдемся, глянем. Как там обстоят дела. Видите, здесь вот такие вот ямы. Неприметные. Ну, в основном люди, смотрю, приезжают сюда на кроссоверах. На внедорожниках. Потому что там есть такие перепады. Ну, неприятные. Не хочется где-то либо поцарапать, либо зацепить бампер. Вот сейчас такие машины стали делать. Что кроссоверы, что легковые. Очень низкие. Вот раньше, если посмотришь на внедорожник. Реально внедорожник. А сейчас вот даже сравнить Hyundai AX35 старого образца. И сейчас Hyundai Tucson. Ну, две разные машины. Тут хоть клиренс есть более-менее. А на Tucson, ну, клиренс вот такой. Вот Lanos, конечно, народная машина. Ее бы поднять еще чуть-чуть. Вообще было бы нормально. Ну, и Niva. Niva, конечно, выигрывает. По всем характеристикам. Ходовая часть очень хорошая. То есть, подвеска адаптивная для наших дорог. Очень высокий клиренс. По бордюрам тоже высокая машина. Ну, единственный недостаток. Они очень часто ломаются. То есть, запчасти так делают, чтобы надолго не хватало. Видите, с гор как раз сходит вода. И это все, конечно же, бежит в море. С этой стороны вид кажется, как на каком-то американском бич-пляже. Крета тоже нормальный кроссовер. Кстати, очень популярный. Первое место по продажам на рынке в СНГ. Хотя, конечно, хотелось бы повыше клиренс. Но клиренс, мне кажется, есть только у УАЗика. Это там по-любому вы будете ехать и ничем не зацепите. Видите, дорога размокла. И уже слышно, как где-то вода бурлит. Крымская природа, конечно, шикарная. В том плане то, что постоянно вас будут окружать вот такие прекраснейшие закаты и рассветы. Горы, солнышко. Если бы чисто солнце было, то это одно. А вот как раз тучи дополняют эту всю естественную красоту. Конечно, было бы интереснее, если все-таки заснять дикую природу, где нет машин, людей. Вот это было бы шикарное место. Вот такая, видите, здесь дорога. Грязь немножко помесим. Вот тоже. Посмотрите, вот все. Хаят там отечественный автопром. Но уазики используются. И используются капитально. Тут еще такая тропинка. Справа и с левой стороны забор. И вы идете чисто по грязючке. Нормально. Посмотрим сейчас, как выглядит набережная. Ну, там дорожка хорошая, нормальная. Поэтому сильно грозит. Вы сильно на ноги себе не накидаете. Есть люди на набережной, но не столько много, как в обычный день. Но, скорее всего, то, что все-таки дождь был помехой для этого. Здесь также можно арендовать самокат. Вы туда подходите, сканируете QR-код. Оплачиваете через приложение. С помощью карточки. И сможете кататься. Тоже фотографируют закаты. Шикарнейшие закаты в Крыму. Особенно после дождя. Пляжи пустые. Никого нет. Все разошлись. Красотища. Все-таки немножко стало попрохладнее. Потому что днем была такая духота, что влажность, наверное, была порядка 70-80%. Дышать было просто невыносимо. Ну, а сейчас все-таки дождь немножко землю остудил. И такая чувствуется хорошая, прекрасная прохлада. Можно вечерком взять, пройтись. Но только на сытый желудок. Потому что если будете голодные, то по-любому здесь что-то вы купите. Просто так здесь невозможно пройти. Очень много точек, где продают пищу. Давайте пройдемся на пляж. Видите, здесь поток воды был. И песок немного размыло. Но песок жесткий. Знаете, вот идешь, не проваливаешься. И посмотрите на вид. Ну, согласитесь, что как на какой-то картинке. Так, главное мне сюда воду не укатить. Я просто промолчу, но вы послушайте шум прибоя. И посмотрите на этот закат. Со всех дырок бежит вода. Видите? Не знаю, специально или нет это пробили. Но факт остается фактом. Фоточки здесь должны получиться шикарными. На фоне такого заката. По ценам на шезлонги. Час 150 рублей. Четыре часа 350. Так же, как обычно, вечером начинают приглашать всех на морскую прогулку. Прогулки идут в сторону Нового Света, Царского пляжа. Так же есть экскурсии там, грубо говоря, на полдня. Отсюда отправились и начинаете путешествовать по побережью Крыма. Видите, здесь тоже водой все поразмывало. Песок, а снизу мешки специально насыпают, чтобы укрепить хоть как-то берег. Пахнет особенно возле шаурмы. Такой жареной, хорошей свининой на углях. Вот солнце заходит и уже, конечно, картинка будет немного другая. Но все равно, люди есть. Я думал, что дождь разогнал всех, но оказывается, не у всех. Я иду, снимаю, но думал, что реально народу будет немного поменьше. Начинают выходить люди, которые занимаются вечерними представлениями, фотографиями. Видите, какой орел сидит. Шикарный. Видите, самокаты бросают просто посредине дороги. Вот тоже парочка стоит. Ждет своих клиентов. Нет, тема прикольная. Но нужно кататься тогда, когда людей нет. Потому что вот я видел, пару человек ездило. И вот когда идет огромная толпа людей на самокате, здесь особо не прокачивается. Нужно маневрировать. А тем более, если вы первый раз стоите на этом самокате, то, я думаю, вам будет не до веселья, если вы, не дай бог, в кого-то еще и заедете. Вот посмотрите, вот там идет гора, а чуть выше силуэт. Но это облако такое. Почти подходит по параметрам, как гора. Вот люблю, когда людей нет. Идешь, никто не толкается. Здесь никто не шумит. Но лучшее время для нахождения на набережной, это утром. И, наверное, в часиков 5 или 6 вечера, когда еще не все выходят. А так, буквально, я думаю, 2-3 часа, если дождь не пойдет еще, то здесь будет набережная переполненная. Вот где я только не был, обязательно набережные присутствуют в каждом городе. То есть море, пляж. Ну, не обязательно море. Та же самая речка, либо какой-то водоем. И вдоль него по-любому делают набережную. Почему? Потому что все-таки человек выходит поближе к воде. Не будет же он ходить, к примеру, где-то внутри в городе, по центральным улицам. Но делают так, чтобы эти места запоминались людям надолго. Поэтому и набережные делаются на курортах. И здесь в основном вся движуха проходит. Продолжение следует... Ну, вот и выход на Кипарисовую аллею. Видите, отдыхающие начинают стягиваться толпами. Но у нас путь вот туда. По прямой. Виды, конечно, шикарные. В плане того, что от горы отрешают. Вот не было их, было бы совсем по-другому восприятие этого курорта. Но, как вы знаете, то, что горы все время вырастают, то становятся меньше. В плане того, что движение тектонических плит происходит ежесекундно. То есть гора там выше на один миллиметр, стала на два. Но никто этого не замечает. Обычно в такое время еще на пляже лежат. Но дождь все намочил и как-то на мокром неохота простудиться еще. Кстати, очень серьезная тема с простудами. В плане того, что днем вы нагреетесь очень сильно. И неосторожное движение в плане со сквозняками, с вентиляторами, с кондиционерами. Может привести к пагубным последствиям. В итоге вы можете заболеть. Видите, вот там один цвет, а вот там другой. Волны потихоньку поднимаются. Вообще обещают еще дождь. Ну а там посмотрим. На море погода переменчивая. Вроде бы дождь недавно был, но буквально через час-два все начинает высыхать. И через некоторое время дождя как и не бывало. Вот это вот все, что в городе было. Весь мусор, вся грязь. Вот это вот стекает вот сюда. Ну самая нижняя точка это море. Поэтому, что бы вы ни делали, какие очистительные сооружения не мастерили. По-любому, рано или поздно, это будет стекать вот так все. Никуда не денешься. Так устроен мир. Где ниже, туда и вода бежит. И не хочется уезжать отсюда. Вот сколько бы вы ни приезжали на море, все равно хочется сюда вернуться снова и снова. Видите, какой камень. Отшлифованный десятками лет. Очень гладкий. Баррикаду тоже установили. Это башни. Тут держат оборону. Вот сидят на двух постах. И контролируют эту и эту зону. А этот вот здесь. Ну а там по центру должны тоже наблюдать самые первые смотровые. Которые будут следить, чтобы никто не прорвался. Но главное фланги хорошо укреплять. Чтобы не обошлись фланга. Потому что над флангами нужно поработать еще. Небольшое отступление. А то вы там сидите, скучаете сейчас перед мониторами. Не ощущаете всю полноту картины. Этого завораживающего вида. Это Генуэзская крепость. Вот тут кстати. Вот представьте. Кто-то ее строил. Вылазили на таких, наверное, огромных лесах. Из песчаника. Делали раствор. И представьте, сколько лет она уже здесь стоит. Тоже колоссальный человеческий труд был. Это сейчас все возится машинами. Раньше на валах возили. Тягали все вручную. А вот пирамиды строили вообще непонятно кто. Все практически идеально выставлено было. Углы. И как сохранилось, все хорошо. А сейчас дом построишь. Через 2-3 года уже дает трещину. А эти пирамиды уже стоят десятками тысяч лет. Видимо, знали какие-то секреты. Какая-то другая высшая цивилизация это все свернула. Потому что им это не понравилось. И все. И дальше мы начинаем этот путь сначала. С самого нуля все развиваем. Есть, конечно, у людей развитие. Но мне кажется, до определенного периода. Но вот мне нравится то, что набережная не сильно маленькая. Минут, наверное, 40. Если тихо, не спеша, спокойным ходом идти. Я думаю, от начала до конца вы сможете пройтись. А если останавливаться, там где-то что-то перекусить, пофотографировать, посмотреть. Сейчас, как в полтора можете вложиться. Если так не спеша. Мне кажется, цены здесь заоблачные. Что море вообще в пешей доступности. Вышел через 3-4 минуты вы уже на море купаетесь. Еще фонари эти хорошо сделали. Наверное, так посмотришь. Вроде бы радость какая-то появляется. Ну, свет как-никак. И все на них обращают внимание. Но почему бы не порадоваться. Фонарики то красивые, красные. Но в основном пользуются спросом, смотрю, продукты питания. Это в плане что-то покушать. Шаурма все-таки у нас осела нормально. А что, быстро, сытно. Печать фото. Еще сделали вот такие фотокарточки. Шикарные, конечно, виды. Но вы как сфотографируете, все равно у вас так никогда не получится. Фотография это тема интересная. В плане того, что какой бы ракурс вы не выбрали, все равно у вас не получится идеального фото. Никогда. Придется все перефотографировать. Я думаю, можно будет заканчивать и выдвигаться в сторону Кипарисовой аллеи. Ну вот, быстренько мы переместились на Кипарисовую аллею. Сейчас посмотрим, сколько здесь отдыхающих. Посмотрите, пока я сюда дошел, обратно затянуло небо дучами. А вот там, с той стороны, в стороне Нового Света, вообще идет дождь полосой. Но это единственное место, откуда выходят люди со стороны города. Сегодня, как и вчера, как и два-три дня назад, Кипарисовая аллея переполнена. Переполненная туристами. Ну и начинается музыка. В караоке слышно живой звук, парень поет. Давайте зайдем на лавку. Что же здесь продают? По сувенирам немножко прогуляемся. Чашки, кружки. Это под перец, под соль можно приобрести. Мыло на подарок. Машинки. И вот такие крымские травы. Вот тут вещи. Здесь очень много картин, икон. И здесь с камня сделано все. Клинки. Видите, скованная 95-18 сталь. И хорошая рукоятка. А в какую цену вот такой ножик? Три тысячи. Такой мощный. А здесь тисаки хорошие. Электронные зажигалки. Тарелки. А здесь лечебные пояса с наколенниками. Немножко здесь передохнули. Не так много людей. И плюс еще музыка не сильно играет. Но сейчас выходим обратно на Кипарисовую аллею. Слушать этот шум, гам. В общем, веселуха. Кажется, дождь начинается. Или это с деревьев капает. Вот такое ощущение. Пару капель я на кепку свою прихватил. Небо очень хорошо затянуто темными такими дождевыми тучами. Поэтому, я думаю, дождик сейчас должен пойти. Чуть-чуть меньше отдыхающих сразу в разы станет. Но почему? Потому что не каждый же берет с собой зонт. Ну и во-вторых, кто выходит на прогулку с большими рюкзаками. Хотя есть те, которые всегда с собой все носят. Разбирают все. Я вам так скажу. Торговать выгодно. Первое, это если бы никто ничего не покупал, не было этих всех ларьков. Почему? Потому что нужно платить арендную плату. Она здесь не из дешевых. Ну и во-вторых, нужно как-то окупать товар свой. Грубо говоря, миллион рублей всадились. То, соответственно, нужно же это все дело окупать. Ну, видимо, значит, как-то окупается. Понятно, что не каждый день такие большие продажи. Но все же. Видите, рынок вечером работает. Не только с утра самого, но и вечером. Нужно прийти, купить себе товар, перекусить что-то вкусного. Горная дыня. Персики не массировать. Вот представьте, если каждый человек подойдет, вот так будет его жмякать, мякать, то в итоге что получится? Он вроде бы будет нормальный с самого начала, но потом будет непонятно что. и здоровая печень, и детский сбор, и персиковый, и улун. А запах какой? Класс. На вечернем рынке больше людей, чем с утра. Это связано с тем, что уже на море никто не идет. Может, не каждый выходит вечером прогуляться. Арбуз без косточек. Крымский лук популярный по 120 рублей. Ну вот, немного и по рынку прогулялись. Немножко разбавили контент. Мне вот рынки нравятся. Вот можно походить, посмотреть, повыбирать. Еще супермаркеты мне нравятся. В плане того, что все, что захотели, то и покупаете. Сегодня мы побывали на набережной в Судаке. Если вам понравился этот видеоролик, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну и, конечно, пишите комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.